Не пройти, не проехать. Именно такие впечатления раньше вызывала улица Репина. Александра Мурашкевича и других жителей эта ситуация не устраивала. Соседи скинулись деньгами, чтобы скорее посодействовать своему комфорту. Собрали солидную сумму – 5000 рублей. На сам же ремонт требовалось 11. Мужчина обил пороги нескольких инстанций, однако без результатов. В апреле Александр Мурашкевич записался на прием к мэру. Александр Студнев взял ситуацию под личный контроль. И уже в конце июня на улице Репина был слышен мотор техники. Участок дороги заасфальтировали и привели в порядок. Как вы видите, положили нам дорожку. Вчера был дождь, луж нету, все работает. Спасибо городу, что пошел навстречу нам. От косметического до капитального. Сегодня в городе продолжается активный ремонт дорог. Помимо Репина, марафет набили на Каменского, Чингарской, Октябрьской и других улицах. За полгода мастера нанесли 13 тысяч квадратных метров нового полотна. И это при том, что в планах было только 9 тысяч. При этом порядок наводят не только на основных транспортных артериях. До конца сентября обновятся дворовые территории Первомайского и Ленинского районов. Также еще проведен ямочный ремонт на таких улицах, как улица 50 Литв ЛКСМ. На данный момент производится ямочный ремонт улица Ульяновская, улица Интернациональная, ну а также другие улицы города. Состояние дорожного покрытия влияет не только на комфортную езду, но и напрямую на безопасность водителей, пассажиров и пешеходов. Поэтому главным критерием качества остается мнение бобручан. Дороги у нас, дай бог, такие бы везде во всех городах, особенно в России. Лучше, да, лучше, чем в России, лучше, чем в Украине, да. По сравнению, получается, с севером России, то дороги в Бобруйске намного лучше, по качественнее, потому что именно в самом городе. Сегодня же дорожники латают ямы на улицах Рокоссовского, Парковой, Орджоникидзе и Батова. Оценить новый асфальт автомобилисты смогут уже в ближайшее время. Максим Кеммель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.